Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1188. Событие дня. Книга Порока Осипа, 2 глава, со 2 по 8 стих. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяния от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю. И детей ее не помилую, потому что они дети блудах, ибо блудодейство ломать их и острамило себя зачавшая их, ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загоражу пути ее тернами и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. Объявление об умершей сестре, сами прочитайте. Затормозите. И вот какие ролики сняты, как ее отпевали, как она выпросила у Бога 10 лет жизни, которые прошли. Я спросил, а не хочешь ли еще просить? Она говорит, нет. Просят адрес. Вот как вам оказать помощь? Дети четверо остались до Сбербанка. Прочитайте сами. А далее одна женщина пишет. Здравствуйте, Игнатий. Карпович, огромное вам благодарение. Что значит Карпович? Не понял. Что вы так быстро ответили на мое письмо. Я бы хотел к вам записаться в скайп, поговорить, буду вам признательна. Напишите, пожалуйста, когда и в какое время я могу вам позвонить. Да, я с вами полностью согласна. Она вместо восклицательного пишет вопросительное. Они действительно имеют переписанную Библию, свидетели Иеговы. Когда я начала стверять со своей, много расходятся. И вообще у них журналы по каждой теме. Они в основном трактуют все по журналам. Я к тому всегда относился с подозрением. Но они так утверждают, что они служители Бога и миссионеры по всему миру. Я видел у вас в руках, вы показывали Библию в красном переплюте. Я очень хочу приобрести такую Библию. Так как это можно осуществить? Сколько надо заплатить? Я заплачу. С большим уважением к вам, да хранит вас Господь. Много вам лет прожить. И вы делаете очень большое дело доброе. Сколько одиноких людей, заблудших душ, хотят иметь в вашем лице такого наставника, как бы дохранит вас Господь. Какое счастье, что есть еще такие люди, как вы. Владислав Монахавель, предсказавший взятие, об этом говорил. Вот дальше. Вот, которое. Прочитайте, пископ Игнатий тут Брещанинов говорит. Илья, добрый вечер. Могу ли я с вами поговорить? Есть пара вопросов по Святой Библии. Если можно, скажите день и время. Я говорю, сначала вопросы-то какие будут? Евангелисты описывали события, которыми было лично свидетелями, насколько я понимаю. Откуда появились сюжеты искушения Христа в пустыне? Молитвы в Гостеманском саду и другие, при которых они не присутствовали? Первый вопрос. И второй вопрос. Христос при земном служении прощал, отпускал грехи. Об этом говорит Евангелие. А зачем потребовалась его жертва в таком случае? Ну, вот я сказал, придешь, тогда я там отвечу. Оба вопроса, это очень простые вопросы. Ничего тут такого нет. Ну, вот молитва утренняя. Всегда искал беседу где-то с Геннадием Фастом. Посмотрите, вот. Фотография потребовалась. Искусственно выкармливали голубей. Вот так молитву. Ну, и показать одно дело. А дело немаловажное. Такой есть Дворкин Александр Леонидович. Сектовед, главный, то другое. Я тогда публиковал все время, с интернета брал. Это фальшиво монетчик. Ничего этого нет. Все обмана, обмана, обмана. И за рубежом везде знают. Почему его терпит патриарх здесь? Это я-то непонятнее. То есть умышленно все разрушает, натравливает. Ну, пришлось разговаривать тогда со Степаненко. А он говорит, а это мой друг. Этим все сказано. Ну, друг, да и друг. Я никогда не спорю. Я сказал, и ты сказал. Все. Я стал молиться. И вдруг этот друг-то уже не такой. Это я скопировал. Тоже сайт Кистине. Интересно. У меня Кистине, и у него Кистине называется. Но у меня по этими латинскими буквами написано. И К вместе. Только все. И вот она Степаненко пишет. Степаненко пишет. Почему я рад за протеерея Владимира Головина и одобряю его выбор? Моя точка в рассуждениях о расправе над протеереем Владимиром Головином. Протеерея Владимир Головин. Владимир Головин. И вот, прочитайте. И дальше. Вот это прочитайте. Травли его. Фарисейская лесомерия. Напротив. Отца 6-го и среднадцатого собора. Хорошие слова все это пишет. Почему я рад за протеерея Владимира Головина? Травли бездарами и лицемерными парисеями натолкнулась на такое же беспрецедентное массовое народное возмущение и активную защиту своего пастыря. Такого никогда не было. Это первый народный удар по феодальной некомпетентности и произволу церкви. Это только малая часть материалов, вышедших в его поддержку. Обнажила наши чудовищные замалчиваемые проблемы в церкви. Некомпетентность, в том числе духовную. Недипломатичность, бездарность, полное презрение мнения народа, корысть, предательство, лживость, лицемерие. И народ пришел в ужас. Это прозрение полезно нашим прихожанам с холопским менталитетом. Очень сильно хорошо сказано. Как будто это я говорю. Почему я рад за протеерея Владимира Головина, я одобряю его выбор? Вся ситуация с травмой протеерея Владимира Головина дала удобный пример, как нужно народу защищать своего любимого священника от бездарей, парисея, под расправы. Как нужно народу защищать. Вот понимаете, вот тут говорится, нужно народу защищать. Ну ладно, я это взял. Так он защищать сказал. Ну я дальше-то не знаю, что будет написано. А дальше оказалось, еще больше написано. По зависти вот другого, это смешит. Строк до 1 сентября. Закрыть сайты молитвы по соглашению. Ваш личный сайт. Ваш личный канал в Ютубе. Ваш сайт в соцсети ВКонтакте. Канал информационного портала. Мой духовный маяк. Ну то есть раздавить его. В глазах народа-то как он будет выглядеть. Это тогда сделали с отцом Дмитрием Дудко. Еще получилось. Одноклассники, Елицы, Фейсбук, Инстаграм. Равно как и все иные сайты, рекламирующие молитву по соглашению с болгаром. Понять можно, когда от священника требуют удалить ересь. Исправить ошибки. Так и нужно. Это правильно. Но когда от священника требуют удалить все его проповеди. И нет заблуждений. Все миссионерские проекты, в которые вложены огромные усилия многих людей. И куда сам епископ не вложил ни копейки денег, ни капли труда. Для людей из мира и из нормальных человеческих организаций, которые живут по государственным законам, а не по феодальному и церковному произволу, такое требование вызывает возмущение и недоумение. И только у наших, живущих в гетто, феодалов и холопов, это противозаконное с точки зрения законов государства требование не вызывает удивления. Насколько люди свыкли с церковным своеволием и от массивной пропаганды, что этот беспредел считают за норму и выражение Божьей воли. Между тем, по духовному рассуждению, проповедник, получивший дары от Бога, может ли слушаться человеков, еще и рукоположенных незаконно, и удалить все свое огромное свидетельство о Христе, вере и спасении, которое ему сам Бог благословил исповедовать? Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Почему я раз за протерея? Вот это все абсолютно правильно пишет. Вот мне нас в московскую патриархию затащить, они сразу же вот это потребование уничтожить у нас и каналы, и деревню, и все уничтожить. Поэтому наше состояние попадает под это. И нельзя даже об этом говорить, страшно подумать. Я беззаконник буду тогда в овощах Божьих, а эти завистники будут царствовать. Потому что это один из немногих священников, у которых есть шанс попасть в Царство Небесное. Уже давно полагаю, что не только в бандиты и проститутки попадают люди, обреченные на вечную погибель, но и в священники, и в епископы тоже. Не полагаю, говорит святитель Иоанн Залову, в беседе на Деянии, чтобы между священниками было много спасающихся, напротив, гораздо более погибающих. Понимаете, вот это, ну, говорить только так, гораздо много, а не никак это. Он говорит, большая часть священников погибает, большая часть. Именно потому что это дело требует великой души. Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обречает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если бы терпито наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Евреям 12.5. Я полностью отношу все это к себе. Есть правило Шестого Вселенского Собора. Что бы его пресвитера прежде 30 лет не рукополагайте. Если бы человек и весьма достоин был, но отлагайте до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Подобно и диакон прежде 25 лет, и диакониста прежде 40 лет, да не поставляется. И по диакону же да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было стещеническую степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Авторитетный толкователь канонов Зонара, как и проще писал, эти правила устанавливает лета возраста рукополагаемых и определяет, чтобы пресвитер был рукополагаем в 30-летнем возрасте. Диакон в 25-летнем, диакониста по исполнении 40-го года ранее же сих лет не рукополагать их, хотя бы казались совершенно достойными рукоположениями, но отлагать, то есть соблюдать, выжидая исполнения сего возраста. Если же кто будет рукоположен ранее установленных лет, то в наказание за преступление сих правил подвергается извержению. К сожалению, протеерей Владимир Головин был незаконно рукоположен в священниках в 25 лет, как тысячи наших священников и значительная часть епископов, например, решивший его священнического сана епископа Армен Щипеля, законно рукоположен в Диерею в 24 года. В этом возрасте даже в диакона нельзя рукополагать. Начавший травлю Головина протеерей Александр Новопашин также противозаконно рукоположен в священниках в 26 лет. В связи с этим меня терзает справедливый вопрос, может ли адекватно и компетентно соблюдать каноны церкви епископ, рукоположенный в священный сан с нарушением канонов Вселенского Собора? Является ли его суд всего вообще легитимным? Что скажет наш ревнитель канонов и послушание епископу иереи Георгий Максимов? А как насчет послушания епископам канонам Вселенских Соборов? Запреты решения сана протеерея Владимира Головина в реальности и благо для этого талантливого христианина, ибо будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Полагаю, что все священники и епископы, рукоположенные вопреки правилам Вселенского Собора, и по которым должны быть извержены и саны, этого не произошло, будут после смерти наказаны на суде Божьем вместе с миром. Что будет с епископами, которые рукополагают в дьяконы и священники вопреки канонам, раньше срока, блудников, садомитов, двоеженцев, бывших наркоманов и тому подобное? Я даже боюсь подумать. Не о датом ли Господь говорит? Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, и не от Твоего ли именем им пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Матфея 7, 21, 23. У Владимира Головина, если не сделает ошибки, есть все шансы войти в Царство Небесное, чего не скажешь о его судьях и обречителях. Тем более, что он принял все это пока без раздражения и озлобления, с терпением, как и сайтал апостол Павел. Единственное, что плохо в этой истории, так это то, что проэтерей Владимир Головин позволил своему ближнему кругу начать активную защиту. Этого не нужно было делать. О чем я им и говорил год назад. Помогло? Нет. Защищаясь, оправдываясь, они лишили своего пастыря большей награды в Царстве Небесном и высшего блаженства, блаженно изданное за правду, ибо их и Царство Небесное. «Блаженны, когда будут вас поносить, Игнатий всячески неправильно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Тогнали и пророков, бывших прежде вас». Господь после этих слов не рекомендовал оправдываться. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Не расстраивайтесь, почитатели и ученики Владимира Головина. Это по человеческим, счастливым меркам решение Чистопольской Сталинской тройки. За 28 минут позор и унижение для пути в Царство Небесное – это повод для радости. Неужто у вас нет духовной рассудительности понять это? Ну, защищать это можно. И Павел говорит, почитаю себя счастливым, что могу защищаться. Счастливым. Они решили его-то. И не будет говорить, у вас, значит, все сказанное правда. Тут на двое играет. А если начал защищать, они кротки. Радуйтесь, веселитесь, стогнали и пророков, бывших прежде вас. Да и все, желающие жить благочестиво в Христе Иисусе, будут гонимы. 2 Тимофея 3.12. Максим Степаненко. На злобу дня, 18 марта. Ну, вот такая статья тут появилась. Я ее прочитал. Какое счастье, есть такие люди. Вот так. Ну и дальше. Вот Максим Степаненко. Он еще тут сказал. Тут такое есть прямо, ну, замечательные слова. Это у меня где-то вот здесь вот. Максим Степаненко. Так, это о Владимире Головине. Сейчас посмотрю на слово Головин. Есть или нет? Головин. А, Б, Б, Г, Д. Головин. Нету. Нету. А Степаненко? Так надо искать в папках. Ага. Головин Владимир. Вот оно где. Головин Владимир. И тут надо искать теперь где. Головина. Сутармин. Головин. И так проще это. Ну, я, значит, не нашел. Не нашел где Головин. Это три Семенов написал. Да, виноват. Задержал время. И в то же время не нашел. А вот здесь, может быть, Степаненко найду я. Степаненко. Сергей. Так. Страх. Так. Степаненко. Максим. Десятого и четвертого. Максим и Головин. Вот оно. Сайт Кристины. О-о-о-о. Это. Не то опять. Это не то. Нет. Да, Максим. А как так? Степаненко четыре, ноль, пять. А Головин нету ты. Тихо. Ну, вот не надо. Ничего не получилось. Ну, можно и зайти к нему тоже. К истине. Степаненко там очень подробно все это описывает. Что там они сделали. Степаненко тут нету больше нигде. Как я мог его потерять? Большое-большое-большое. А где он именно? Я не знаю я. Это надо смотреть. Степаненко. Степаненко. Вот это Степаненко, если смотреть... Игорь Глушков тоже зашел. Что-то... Спаси Христос написал. Спасибо, Господи, Игорь Глушко. Вот. Сайт к истине. Но тут не найдешь сейчас ничего. Нет. Это Тепляков, что говорил. Свободный курс. Ладно. Отошел. Пока на этом остановимся. Продолжение следует...